Можно без камеры? Почему? А зачем снимать? У нас, по-моему, все легально. Работники небольшого заведения в городе Стерлитома к искренне удивляются появлению в зале сотрудников полиции. Казалось бы, что непонятно, на входе написано, мы работаем легально, но оперативники это утверждение почему-то подвергают сомнению. Вскоре в клубе появляются двое мужчин, которые представились как владельцы заведения. Оборудование, с их слов, электронная лотерея. И ни о какой организации игорного бизнеса здесь и речи быть не может. Это делали под игровые аппараты, но это лотерея в электронном виде. Я здесь могу проиграть? Вы можете и выиграть, и проиграть, это вот однозначно можете. Объяснения вновь показались полицейским достаточно туманными, не видят никаких отличий и посетители зала, списывая свое здесь появление на слабую силу воли. Зачем вы сюда ходите? А я больной, наркоман. Только за это. Одно только должно людей зависимых успокаивать. Десятая часть средств, которые выручили на их слабостях организаторы, пойдут на благотворительность. По крайней мере так указано на вывеске. Ничего не скажешь, благое дело. Оперативники, чтобы все же окончательно разобраться в нюансах. Работы заведения, оборудование изъяли для проведения экспертизы. Подобные проверки стражи порядка по всем крупным городам и райцентрам республики проводят ежедневно. За прошлый год полицейскими проведено свыше 1100 оперативных мероприятий. На какие только ухищрения не идут организаторы, чтобы оградить свой подпольный бизнес от проверок. Здесь и массивные металлические двери, и автоматы, приваренные к стенам. Но раз от раза стражам порядка удается пройти все кордоны охраны. Однорукие бандиты неизбежно попадают на полицейские склады, где хранятся до судебного приговора. Всего в прошлом году в суды было направлено обращение об уничтожении 5000 бесхозных единиц игрового оборудования. В настоящее время более 1000 единиц уже уничтожено. Столько же ожидает своей участи в ближайшее время. Высшая мера. Только такое решение выносит суд в отношении одноруких бандитов. Со складов оборудование отправляется на свалку. Здесь, под гусеницами мощного бульдозера, автоматы превращаются в груду металлолома. В прошлом году полицейскими совместно с Республиканским управлением Росимущества уничтожено более 3000 единиц игрового оборудования. К сожалению, нередко на их месте оказываются новые автоматы, и клуб вновь открывает свои двери для посетителей. Бизнес сверхприбыльный, и организаторы делают все возможное для восстановления после полицейских проверок. А игроманы вновь и вновь идут к одноруким бандитам в надежде все же увидеть столь желанную улыбку фортуны. Я вот приду, 11 месяцев поиграю, там, от души, ну, как душу отведу, и все нормально. Я, ну, хоть проиграю даже, да? Проиграю, уйду и домой спокойно домой иду. Все. Мне больше ничего не надо. Полицейские все же уверены, совместными усилиями правоохранительных органов и жителей республики все же удастся освободить улицы городов от одноруких бандитов. Интернет-акция башкирского МВД казино.нет продолжается. Напомним, каждый может анонимно сообщить о действующем подпольном заведении на официальном сайте республиканской полиции 02.mvd.ru. Достаточно лишь перейти по ссылке акции на главной странице интернет-ресурса и оставить свое сообщение. Вся информация поступает в Управление экономической безопасности для принятия мер для ликвидации подпольного заведения.